Барак Обама, возможно, откажется от политической пенсии и снова будет участвовать в кампании. Эти сообщения американской прессы заставили не на шутку занервничать команду Дональда Трампа. Действительно ли первый темнокожий президент может вернуться в Белый дом? Дмитрий Анопченко провел расследование. В своем новом офисе в Вестенде, куда Барак Обама перебрался после отставки, экс-президент уже который месяц проводит тайные консультации. Присутствуют только он и его собеседник, даже ближайших помощников не допускают. Гости тоже особо не светятся. Стараются незаметно проскочить из машины и обратно. Полный список собеседников Обамы неизвестен никому. Встречи ведь проходят в глубокой тайне без лишних глаз. Однако известно, что за последние месяцы вот через эти двери прошли и сенаторы Элизабет Уоррен и Барни Сандерс. Помните, соперник Хиллари на прошлых президентских выборах. И вице-президент Байден, и бывший губернатор Массачусетса Патрик. Грубо говоря, все те, кого считают основными претендентами от демократов. На участие в президентской гонке 2020-го. О содержании разговоров можно только догадываться. Все предполагали, мол, Обама просто примеряет роль наставника. Хочет понять расклад сил, кого партия может выставить против Дональда Трампа и поддержать на выборах. Но на этой неделе в прессу просочились слухи. Дескать, бывший глава Белого дома и сам может вступить в игру. От миграционных ограничений до внешней политики Трамп не просто реализует свой курс. Он не скрывает, намерен перечеркнуть все то, чего достиг Обама. А если переизберется еще и на второй срок, многие решения изменят страну настолько, что назад не повернуть. Вот у противников и созрел план уже в 2020-м попытаться сменить власть. Но для этого нужен тяжеловес. И вот сейчас пресса выведала. Якобы первые лица Демпартии собрались, подумали и сказали, что никто, кроме Обамы, Трампа на ближайших выборах не победит. Нет у них достойных и сильных кандидатов. Приехали в этот офис, встретились и услышали от бывшего президента фразу. Ну что ж, давайте попробуем. Вопрос только в том, вернуться в каком качестве. Ведь по Конституции никто не может занимать президентскую должность больше, чем два срока. Эксперт, вхожий в Национальный комитет Демпартии, поделился со мной, мол, окончательного плана еще нет. Бывшего президента без сомнений задействуют в компании. Но один из вариантов, если соцопросы покажут, что ставленник демократов проигрывает Трампу, то выдвинут их в связке, где Обама как вице-президент. Кандидатом на пост главы государства при этом должен быть самый рейтинговый кандидат. И по разговорам экс-президент видит таким своего друга Джо Байдена. Война с мигрантами заставила даже тех, кто не поддерживал демократов, сплотиться против Трампа. Людей, у которых не все чисто с документами, в стране миллионы. И они теперь опасаются депортации, а значит готовы голосовать за возвращение старой команды. Отмена бесплатных страховок мобилизирует бедных. Торговая война с Европой заставит бизнес скинуться демократам на выборы. Пол Америки скучают сейчас по временам Обамы. Но кто может гарантированно их вернуть, как не он сам? И поэтому, если бывший президент все-таки вступит в гонку, у демократов появляются очень хорошие шансы в 2020-м вернуться в Белый дом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...